Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в рубрике «Долголетие и долгожительство» будет новое видео. Я надеюсь, оно будет очень вам интересным и поучительным. Итак, Игорь Константинович Зиновьев. Родился он при Александре III, а умер при Путине. Жизнь в трех веках. Недавно у меня вышло два новых видео про долгожителей. Вот они. Потом их обязательно посмотрите, кто еще не видел. Ну а сегодня будет видео про уникального, просто феноменального человека. Но человека реального, не так давно жившего среди нас. Это видео будет особенно поучительным тем, кто на полном серьезе считает, убеждая себя в том, зная, что в силу определенных обстоятельств, то есть его питания и образа жизни, что долголетия ему лично не видать, твердя везде по поводу и без, что уже в 90-летнем возрасте обязательно должна быть и плохая память, и физическая и духовная немощь, что это неотвратимо и якобы естественно. Стыдно. Знакомьтесь. Ему было 103 года, когда он трудился над проектом реконструкции музея-усадьбы Архангельская. Он родился при Александре III, а умер при Путине. Человек из трех веков. И я сделаю второе видео об этом человеке. В конце данного видео вы поймете, почему не одно, а именно два. Игорь Константинович Зиновьев родился в 1894 году в семье журналиста, а скончался в 2003 году совсем немного, не дожив до 110 лет. Кстати, влюбимый многими прогрессивными представителями современного общества Википедии ни слова нет про этого выдающегося человека. Не правда ли интересно и показательно? Так вот, когда его спрашивали о секретах долголетия, Игорь Константинович говорил, что многое, видимо, зависит от наследственности, от своего образа жизни и образа жизни родителей, от отказа от вредных привычек, от строгой дисциплины. Он никогда не курил и не пил, и еще говорил о пользе физических упражнений, точечного массажа, занятий йогой. У него было много особенностей. Например, он официально трудился до 95 лет, не оформляя пенсию, и никогда не ходил к врачам, не применял никаких таблеток принципиально. Впрочем, вы скоро сами посмотрите несколько сюжетов при жизненной съемке Игоря Константиновича, когда ему было 106 лет. Это было в 2000 году, где он сам все вам пояснит. Но обо всем по порядку. Ну а сами вы вот, в чем видите секрет вашего долголетия? Здоровье, наверное, или то, которое мне подарили мои родители. Слушай, я был все-таки, если так сказать, я был все-таки первенец. А что такое первенец? Во-первых, это первый, когда, а что бывает первое? Первое всегда и любовь у родителей была какая-то более, ну, бульгарно говоря, темпераментная, так, и все такое. И вот все, что осталось, досталось мне. Поэтому, очевидно, ну, и кроме того, отец как производитель не пил, не курил. Это тоже имеет большое значение. Ну, я уж про маму не говорю, которая была идеальной женщиной. Ну, а сами вы вот, в чем видите секрет вашего долголетия? Что? Видите ли, а секрет, это я получил. Я сказал так, как начало. А все остальное, не знаю, у меня какое-то природное чувство, как у животного, самосохранение. Ну, кто мне сказал, не принимайте лекарства или делайте это и не это? Никто мне не сказал. Это я сам дошел, своими как-то, ну, наблюдениями, не злоупотреблял ничем. И, кроме того, большая очень дисциплина во мне была всегда. И поэтому тот человек должен быть всегда в каком-то режиме. Так жить вообще, как сейчас живут, ну, встал, ну, пошел, ну, все. Я не могу, у меня запрограммирован весь день. Пишет один журналист в своей статье. Когда-то я вернулся домой с одного юбилея и долго не мог уснуть. Память вновь и вновь возвращала меня назад в тот вечер. Далее автор статьи описывает стандартный праздник с обжорством, попойкой и указывает на один важнейший психологический момент. Об этом рано или поздно задумывается любой разумный человек. Очень интересный момент. Я часто об этом думал и думаю сейчас. До ста лет живи. Там и тут раздавались пожелания юбиляру. Он лишь благодарно кивал в ответ, неуверенно улыбаясь. В эти слова и сам никто не верил. И когда они прозвучали, в очередной раз юбиляр отвернулся в сторону и тихо-тихо произнес. До 75 дотянуть бы. Почему же мы себя так ограничиваем? Подумалось мне тогда. Неужели столетний рубеж для нас непреодолимая планка? И я, дорогие друзья, всегда говорил. А ведь так и есть. Что за программу, что за установку мы себе сами ставим? Этот предел, рубеж, черту, это же установка на смерть неизбежная. Так и будет тогда. Ну так и держать, хочется сказать таким людям. Слабость и безволие, зависимость и пороки, глупость и безразличие. Вообще это все то, чем не стоит гордиться разумному и порядочному человеку, а теперь чуть ли не гордятся этими высказываниями. А то теперь везде толдычат. А что вы хотите? Уже 60 лет? Стыдно. Стыдно должно быть. Далее автор статьи размышляет о статистике от США до Абхазии по долголетию отдельным людям и группам людей. Горные селения Абхазии и южных стран СНГ в прямом смысле такой особый мир, размышляет автор. Иная цивилизация, там люди по жизни, аскеты, мамалыга, горная вода и так далее. Из всех привилегий местные жители имеют лишь одну. Вставать с первыми лучами солнца и работать по 16 часов в сутки. Так и есть, хотя я подробно излагал это в своих видео про данные регионы. Но может быть, пишет дальше автор статьи, именно такая жизнь дали от шума больших городов уюта и удобств вместе с горным воздухом и тяжелым физическим трудом в передачу и создают то самое незаменимое единение человека с природой, без которого он теряет нить жизни и не может существовать. Может быть, именно в этом и есть тайна жизни. И нам всем, пока не поздно, лучше податься в горы. Впрочем, и в больших городах немало долгожителей, рассуждает автор. Далее я не буду более приводить мои личные пояснения на тему причин долголетия. Обо всех этих причинах я подробно изложил в своих лекциях по долголетию долгожительству. Если вы захотите разобраться о причинах долголетия, обязательно смотрите мои видео, где я даю исчерпывающую аналитику примерно в 10 видео на данную тему. Не поленитесь, пожалуйста, знакомиться. Это поучительно и интересно. А главное, в них мною дана жизненно важная информация для каждого человека. Ну а теперь автор переходит к самой сути статьи и продолжает. С одним из них, когда он был еще жив, мне довелось много лет назад волею судьбы познакомиться. Моему доброму знакомому, художнику Игорю Константиновичу Зиновьеву, тогда исполнилось 107 лет. Это был скромный и удивительно талантливый человек, к сожалению, мало знакомый широкой публике. Он не был ни политиком, ни звездой с телеэкрана. Жил он в обычной квартире, ездил городским транспортом, а люди, шедшие мимо него, задевая его локтем, даже не подозревали, что толкали того, кто был втрое старше их. Кто видел живым льва Николаевича Толстого, разговаривал с ним. Кто учился живописи у знаменитого русского художника Василия Поленова. Впрочем, на старца Игорь Константинович совсем не был похож. Когда я впервые позвонил в дверь его квартиры, немного волновался, ожидая увидеть сутулиного старика, еле передвигающего ноги, с трудом говорящего, забывающего о том, что он говорит. Каково же было мое удивление, когда мне навстречу бодро и энергично вышел стройный, подтянутый человек на вид лет 75, не более. В небольшой квартире художника было уютно и чисто. На стене висел прекрасный портрет красивой женщины, исполненной в натуралистической манере прошлого века. У рабочего стола стояли мольберты с новыми работами. Зиновьев жил один и прекрасно себя обслуживал. Сам ходил в магазин, готовил обед. В отличие от многих престарелых людей, он абсолютно не страдал склерозом, мыслил ясно, говорил обо всем логично и четко без лишних слов, читал наизусть Пушкина. Кстати, дорогие друзья, не могу тут не вспомнить сразу Федора Григорьевича Углова. Я имел честь лично его знать. Он был у меня в гостях, когда ему было 102 года. Посмотрите вот это видео. Я уверен, многие из вас его не смотрели и очень жаль. Углов тоже, кстати, наизусть цитировал Пушкина. Тут поэтому я вспомнил и решил о нем упомянуть. Продолжаю. Есть люди, которые живут очень долго, но каждый час, каждый день их жизни, как две капли воды похожи один над другой. Жизнь Игоря Константиновича точно река была полна событиями и поворотами судьбы. О ней можно писать книгу, а не то, что маленькую статью. Но более всего в его судьбе меня поразило то, что, прожив больше века, он мог погибнуть не раз в молодом возрасте. Во времена гражданской войны Зиновьев воевал в Красной армии. Ушел туда добровольцем, поняв, что революция – это серьезно и это его дело. Случилось так, что его ложно обвинили и должны были расстрелять. Но в ночь накануне он лег спать и уснул. Наутро рефтрибунал его оправдал. У каждого человека есть своя судьба, срок жизни отпущенный ему свыше. Однако в рамках данной ему судьбы у нас всегда есть свобода выбора. И в зависимости от принятого решения зависит наша дальнейшая судьба. Может быть, заснув в ту ночь перед расстрелом, Игорь Константинович и сделал свой выбор. Человек, что былинка в океане, плывет по течению, куда выплывет. Это относится ко многим, но не к Зиновьеву. Он всегда все делал вопреки. Вопреки жизненным обстоятельствам и трудностям. Труднее всего научиться побеждать самого себя. Если Игорю Константиновичу не хотелось идти, скажем, в магазин, он шел туда обязательно, заставлял себя пойти. Тяжело было подниматься по лестнице. Поднимался непременно пешком на девятый этаж, на котором жил. Как все просто и как сложно, но кто делает то же самое? Кто из пожилых и даже молодых теперь людей специально идет в магазин, когда идти туда не хочется? Кто только ради тренировки поднимается на девятый этаж пешком? А сколько пожилых людей делает по утрам гимнастику, зарядку? Наверное, мало кто теперь. Зиновьев делал ее ежедневно на протяжении практически всех своих лет жизни. Комплекс занятий продолжался 30-40 минут, в зависимости от самочувствия. После небольшого отдыха точечный массаж рук и ног. Три раза в неделю массаж головы и лица. Затем следовал теплый или горячий душ, в зависимости от обстоятельств. Он считал, что холодная вода в его возрасте имела меньше преимуществ, чем теплая. К такому заключению пришел, занимаясь вопросами восточной философии медицины. Его энциклопедический склад ума заставлял его всегда постигать новым знанием. Завершало его приготовление к активному дню стойка на голове. Специальные диеты Игорь Константинович никогда не соблюдал, но был весьма умерен во всем. Ел очень мало. Причем питался так не по материальным соображениям, он всегда хорошо зарабатывал своим трудом и талантом, а просто держал себя в тонусе. И так держал до конца жизни. Он был убежден в том, что питаться нужно было всегда только в малых разумных количествах. Не переедать на ночь, не есть. Не быть рабом своего желудка. Он никогда не курил, не употреблял алкоголь. Генетику он хорошую свою получил от родителей, которые тоже не пили, не курили от роду. Он вставал почти с восходом солнца до 7 часов утра. И такой распорядок был им заведен специально. Он выполнял все необходимые физические упражнения и дальше работал. Телевизор смотрел мало. Ну, смотрел лишь те передачи, которые были ему интересны. Впрочем, кстати, новости по НТВ аналитически иногда смотрел. Смотрел канал Культура. Игорь Константинович считал, что для человека главное внутренняя самодисциплина. К современной медицине относился он скептически. Не любил обращаться к врачам. Делал это в крайних случаях. Часто вспоминал, что в России до революции были семейные доктора, которые лечили всю семью. Понимали и знали каждого пациента в отдельности. Он считал, что это только такой подход в медицине необходим и возможен. Говорят, человек живет до тех пор, пока он нужен. А для Зиновьева жизнь была его творчество. Когда ему было 103 года, он трудился над проектом реконструкции музея усадьбы Архангельской. Рисовал картины старой Москвы прошлого века для исторического музея. Кто же лучше его мог воссоздать это? Безусловно. Из другой статьи при жизни Игоря Константиновича я скажу вам вот что. В двухкомнатной квартире, где проходит наша беседа, много света, струится он из мольберта, на котором стоит акварель с милым и теплым пейзажем старинного пруда. Наверное, таким был когда-то пруд в ясном проезде, а ныне закованный в кольцо бетон и окруженный многоэтажками. Мимо спешат автобусы, легковушки. Глядя с них с высоты девятого этажа, мой собеседник неожиданно замечает, что хорошо помнит конку. Она была летняя и зимняя. Это уже потом появляются трамваи, метро, космические корабли, компьютеры и многое другое. Но не эти блага цивилизации, по мнению Игоря Константиновича, следует считать радостями жизни, куда важнее духовные ценности. Игорь Константинович Зиновьев родился в семье журналиста, редактора театрального журнала «Кулисы». По складу характера и убеждениям, отец был разночинцем, дружил с художниками-передвижниками, в частности с Василием Поленовым, который как раз и стал первым учителем и наставником Зиновьева-младшего. Но, конечно, нельзя умалять роль отца, демократические взгляды которого не нравились властям. В канун революции 1905 года его, как неблагонадежного, сослали с семьей Вологду. После возвращения оттуда, какое-то время они жили в Петербурге на Петровском острове, а потом опять отправились в Москву. Именно здесь я стал очевидцем февральской, затем октябрьской революции. 20-е и 30-е годы связаны Игоря Константиновича с малым театром, где он начинал вместе с Николаем Аненковым. И все же душа его была устремлена к живописи. В 1936 году он поступает в Хут-Имак на художественно-оформительский факультет и окончил его перед началом Великой Отечественной войны. Вскоре в Москве началась эвакуация предприятий, учреждений, театров. Но художника-оформителя Зиновьева мобилизуют на защиту столицы. Он был включен в отряд особого назначения по маскировке Москвы. Игорь Константинович говорит, «Никогда не забуду 29 октября 1941 года. Бомбежка застала меня на Лубянке возле небольшого магазина детских товаров. Взрывной волной меня выбросило на стену этого здания, а вот драматург Афиногенов в тот день погиб». После победы Зиновьев снова вернулся в театр как постановщик спектаклей, оформитель и актер. Он много путешествовал по стране и увидел ее от Мурманска до Владивостока. Потом снова была родная Москва, где он трудился до 95 лет, не оформляя пенсию. Он убежденный холостяк, ни разу в жизни не был женат, хотя по его признанию и к монахам, и к лавеласам отношений не имеет. Содержанием его жизни всегда было творчество, живопись, духовные ценности. Мольберт и сегодня стоит перед его окном, за которым открывается вид на Москву 21 века. Второе видео, дорогие друзья, я сделаю потому, что мне попалась одна статья, в которой Игорь Константинович рассказывал интереснейшие истории своей жизни и жизни нашей страны. Просто невероятные сведения, целая летопись жизни. Он знал многих выдающихся людей и действительно удивительно, как за одну жизнь можно столько увидеть, столько понять, столько думать, а мысли его бесценны. С почти всеми его мыслями я согласен и видел так же, и вижу так же жизнь всегда, просто от природы так чувствовал. Тем более мне будет интересно прочесть эту статью и сделать некие свои комментарии, как я это обычно делаю. Ну, потрясает, конечно, его и память, да? Ум, разум. Обязательно смотрите мое второе видео о Зиновьеве. И чтобы не пропустить это видео, подпишитесь, кто еще этого не сделал, на мой канал и обязательно поставьте колокольчик. Для чего? А чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео и посмотреть его. Но если вам какие-то мои видео будут неинтересны, можете их просто не смотреть. У меня много тем разных. Ну, а какие будут интересны, просто нажимайте и смотрите. Что ж, на этом все. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, здравомыслия, честного подхода ко всему в жизни. А еще дам напоследок такой совет. Как бы вам чего-то не хотелось, как бы чего-то не желалось, Какие бы привычки, пристрастия, там, не одолевали бы вас. Будьте всегда честны перед собой. Никогда не кривите душой, не двуличничайте, не, скажем, обманывайте даже самих себя в желании, так сказать, получить то привычное. В желании самообмана, легкого, дешевого успокоения. Это нечестно перед собой, перед другими. Будьте всегда объективны. Критически относитесь к тому, что вы хотите и чего вы желаете. Ну, пожалуй, это совсем кратко. Ну, вот и все. До новых встреч, до новых видео. Пишите обязательно комментарии по данным видео. Какое впечатление на вас произвело данное видео, данная информация. И этот человек. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok